всем привет сегодня у нас эксперимент 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 мне надо успеть поскольку я отстаю от запланированного количества ульев уже сегодня потому что никак не получается уделять им достаточно времени поэтому сегодня у меня план один день один улей и как раз сейчас посмотрим смогу это потому что сейчас мне еще надо сначала с утра сделать корзинку плетеную небольшую я ее покажу весь процесс изготовления точно такой же будет готовый результат покажу и поэтому сегодня за день надо успеть сделать целиком один улей вообще с нуля потому что у меня сейчас нет никаких заготовок и эту корзинку и посмотрим смогу ли я это успеть ну естественно еще нужно будет заниматься деревенскими делами ну что вот у меня получилась такая вот небольшая корзиночка сейчас еще осталось только замаскировать обклеить лентами скрепки внизу к фанере ну и сверху полосу пустить тоже приклеить и просушить потому что плел ее сейчас намеренно из сырых веток из сырой доски потому что надо было загибать а сухая трескалась так что сейчас ее возле печи быстро пока я делал корзинку особенно ее пока клеил прошло довольно много времени сейчас но без двадцати двенадцать так что изготовление улья начнется почти уже с обеда крайне сложно конечно это будет успеть сделать но я попробую так что сейчас начну сразу же с распиловки фанеры под корпус и под магазинные надставки так что сейчас ее распилю потом начну собирать и уже буду по ходу делать вставки как у меня движется это работа я уже распилил целый лист фанеры он оказался бракованный потому что весь по всей ширине распался надо то есть все детали которые я напилил уже даже длинные такие они просто разошлись потому что с краев он был хороший как обычно листа в середине у него была по всей площади фактически пустота все он уже заведомо был склеен как-то некачественно потому что таких листов у меня еще ни разу не попадалось но видимо изначально был бракованный ладно буду пилить теперь по новый следующий ну что сейчас 1230 я закончил распиловку фанеры напилил детали на два магазина и на самый гнездовой корпус так что сейчас и быстренько буду собирать ну что сейчас 1310 почти собрал и внутренний корпус остались еще нащельные внутренние планки сделать боковые это я уже сейчас потом сейчас пора идти затопить печку предварительно надо немножко опять дров пильнуть и уже можно обедать так что после обеда продолжу ну что пока всех покормил пока сам поел пока печку растопил уже сейчас без 23 так что продолжаем делать ну что сейчас без десяти три я доделал полностью внутренний корпус вот он стоит теперь осталось самое долгое самое сложное это дно и боковые стены надеюсь что успеем сейчас начну делать чужие шипы потом буду зарезать все доски потом уже все это собирать что пять минут четвертого собрал щит дна ну что сейчас 20 минут шестого я почти уже доделал улей вот он какой у меня получился осталось только сделать крышку просверлить литок и сделать магазины так что сейчас я этим и займусь крышку буду делать как я уже говорил из второго сорта досок так что там немножко это будет дольше потому что надо много выбирать но надеюсь что я успею до семи часов ну что сейчас пять минут 7 я доделал непосредственно сам улей прикрепил внизу литок просверлил литок доделал крышу крышку вот она у по теперь все прекрасно держится держится она у меня на щучьи лески две штуки очень даже хорошо леска точно никуда не денется ну и все осталось сделать только вот две магазинные надставки и улей будет готов на это у нас есть как раз таки немножко времени ну что сейчас без 27 и улей полностью готов то есть нуля абсолютно за меньше даже чем за один день его можно собрать магазины 2 я только что доделал так что все задачу можно считать выполненный так что если при должном усердии в принципе можно за месяц сделать именно таких ульев и соответственно и ульев цебро 15 штук то есть в итоге можно сделать за три месяца 45 штук но это так если очень хорошо работать и и временами конечно же отдыхать сейчас не знаю может быть покажу корзинку какую я там доделал если высохла а если не высохла то наверное ничего не покажу вот получилась такая вот кругленькая корзинка еще правда она не досохла у меня тут вот склеена часть в нем по нижнему ряду но и тут осталось немножко в принципе можно сделать и крышку сюда тоже как дно из фанеры и обвернуть вот таким кантиком их нахлобучивать но именно в этой корзинке я крышку делать не буду осталось ее только немножечко пошкурить и покрыть льняным маслом кстати вот эти все тонкие речки возле печи высохли моментально не теперь полностью сухие и причем они даже если их снять и раскрыть оставлю формы остаются именно круглый из-за того что они были изначально сырыми что процессы к сожалению изготовление всего не снимал но тогда бы я наверное не успел сделать если бы я это снимал потому что нужно очень много тут переставлять камера у меня здесь и места нет все сейчас в хламе в обрезках в досках ничего никуда не поставить штатив тоже инструменты есть кучи это надо все еще убирать так что так что процесс изготовления улья именно конкретно я буду снимать в другой раз но я думаю что это шкатулка тоже не после его не шкатулка коробочка коробочка или что это до коробочка она не последняя так что еще покажу как это все сделать в принципе в этой коробочке вообще ничего сложного нет фанерное дно к ней прикреплены вертикальные планки и через них пропущены круговые в принципе вот и все ничего особенного так что всем сегодня пока пока